Приходит осень и вместе с ней достигает пика заболевания простудного характера. Сезонные изменения влияют на иммунную систему, поэтому сейчас то самое время, когда стоит задуматься о профилактике гриппа. Нет ни одного человека, которого бы обошли стороной простудные заболевания, а случаи распространения гриппа и вовсе довольно часты. В настоящее время вакцинация – самый логичный метод профилактики и защиты от сезонных вспышек гриппа. Грипп – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций и периодически распространяется в виде эпидемии и пандемии. К гриппу воспринимчивы все возрастные группы. Источником инфекции является больной человек с явной или стертой формой болезни, который выделяет вирус в окружающую среду вместе с кашлем, чиханием. Больной заразен с первых часов заболевания и до 5-7 дней. Характеризуется аэрозольным механизмом передачи и чрезвычайно быстрым распространением в виде эпидемии и пандемии. Но чаще встречается в зимний-осенний период. Группами высокого риска считаются дети, пожилые люди, затем люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких. Входными воротами являются клетки мерцательного эпителия, верхние дыхательные пути. Инкубационный период может колебаться от нескольких часов до 3 дней, обычно 1-2 дня. Но различает легкое течение и тяжелую гипертоксическую форму. Типичная глипозная инфекция, она начинается с повышения температуры до 39-40 градусов, и которая сопровождается общими симптомами интоксикации. Это головной болью, болями в мышцах, чувством усталости, держится 3-4 дня. Выделения из носа, как правило, нет. Но наблюдается сухой кашель, который сопровождается болью за грудиной. При гладком течении эти симптомы сохраняются 3-5 дней, затем больной выздоравливает, но несколько дней еще сохраняются симптомы усталости, особенно пожилых больных. При тяжелых формах могут развиваться осложнения гриппа, это сосудистый коллапс, отек мозга, геморрагический синдром, и могут присоединиться вторичные бактериальные осложнения. Чаще всего летальные исходы наблюдаются среди детей младше 2 лет и лиц старше 65 лет. Лечение гриппа, симптоматическое и применение противовирусных препаратов. Основным способом профилактики является вакцинация. Вакцинация осуществляется соответствующей ведущему штамму противогриппозной вакцины и содержит, как правило, антигены трех штаммов вируса гриппа, которые отбираются на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Предложена вакцинация для профилактики гриппа в форме живой, убитой, инактивированной и субъединичной вакцины. Вакцинация особенно показана в группах риска – это дети, пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями сердца и легких, а также врачи. В Кашхабльской ЦРБ имеется вакцинация против гриппа, СОВИ-грипп, и все желающие могут прийти и прийти.